Я приветствую всех на канале German Reel. На этом канале ведётся разговор о жизни в Германии. Сегодня мы говорим о том, кто может подать заявку на МИД ЦУШУС, то есть субсидию на аренду жилья, и как это сделать. Могу ли я также подать заявку на МИД ЦУШУС, то есть субсидию на аренду жилья? Два миллиона домохозяйств имеют право в Германии на жилищное пособие, вон гельт. Высокие цены на отопление, электричество и продукты оказывают давление на многие домохозяйства в Германии. Именно поэтому пособие на жильё, которое помогает людям с низкими доходами платить за квартиру, теперь должно быть увеличено. Также расширяется круг получателей. Но многие из пострадавших даже не знают, что они вообще могут получить помощь от государства. Краткий обзор всей важной информации о жилищных пособиях сегодня здесь. Это государственная субсидия на аренду для людей с низким доходом. Поддержку могут получить даже те, у кого есть квартира или дом, и мало денег. Однако это применимо только в том случае, если вы не получаете никаких других социальных пособий, которые уже учитывают расходы на жильё. Например, пособие по безработице 2, социальное пособие или студенческие ссуды. Это зависит от того, насколько высоки арендная плата и доход, а также от того, где именно вы живёте. Министр строительства Клара Геевиц хочет значительно увеличить жилищное пособие в целом, в среднем на 190 евро в месяц. Таким образом, домохозяйства, получавшие ранее жилищное пособие, с января будут получать около 370 евро в месяц, вместо в среднем 177 евро. Федеральный кабинет хочет проголосовать за предложение Геевиц в среду, после чего необходимо проконсультироваться с Бундестагом. Имеете ли вы право на жилищное пособие, зависит от сложного расчёта. Не существует легко запоминающегося порога дохода. Вероятно, это одна из причин, по которой не все домохозяйства, которые имеют на это право, подали заявки на жилищное пособие. Факторами при расчёте являются доход, арендная плата, размер домохозяйства и место жительства. Вы можете использовать онлайн-калькулятор жилищного пособия министерства, чтобы рассчитать, можете ли вы получить жилищное пособие. На сегодняшний день пособие на жильё в Германии получили 600 тысяч домохозяйств. Ожидается, что реформа добавит ещё 1,4 миллиона домохозяйств. Геевиц объявила, что в будущем те граждане, которые получают минимальную заработную плату или имеют пенсию сопоставимого размера, также должны получать жилищное пособие. Министерство строительства ожидает, что расходы на ближайший год составят более 3 миллиардов евро. Планируется, что федеральное правительство и правительство земель возьмут на себя примерно половину, поскольку они уже разделяют расходы на жилищное пособие. Федеральные земли, с другой стороны, считают исключительно ответственным федеральное правительство и не хотят платить. Такие земли, как Берлин, сомневаются, что они смогут выплатить новое жилищное пособие 1 января. Ожидается много новых заявок. Обработка может затянуться до февраля или даже дольше, предупреждают они. Для Штефана Керцеля из Совета директоров Конфедерации профсоюза в Германии ясно одно – без дополнительных сотрудников в отделах жилищных пособий в будущем будет невозможно быстро обрабатывать дополнительные заявления. Пока реформа не вступит в силу, необходимо заморозить расторжение договора, чтобы защитить арендаторов. В целом, пора повышать жилищную льготу и расширять круг получающих ее. Но в то же время необходимо срочно строить больше социального жилья с доступной арендной платой. Для всех тех, кто уже получает жилищное пособие, в краткосрочной перспективе должна быть предусмотрена дополнительная субсидия на отопление. Каждый, кто имеет право на жилищное пособие, в течение как минимум одного месяца – с сентября до конца декабря – должен получать пособие. Кроме того, есть получатели БАФЕК и стажеры с государственной поддержкой. Для студентов и стажеров предусмотрена единовременная выплата в размере 345 евро. Для всех остальных субсидия зависит от размера домохозяйства. Если вы живете один, вы получаете 415 евро. Для двоих вы получаете 540 евро. А для каждого дополнительного соседа по комнате – еще 100 евро. Таковы изменения в правах на жилищное пособие Вонгельд с 1 января 2023 года. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Если было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok